Слава Господу нашему за это торжество, за этот праздник, который мы отмечаем сегодня. И я хочу сегодня говорить о удостоверении воскресения. Когда мы слышим слово удостоверение, наверное, каждый из нас сразу понимает, что это такое. И, наверное, у большинства из нас есть вот это удостоверение, которое я смотрю. И здесь моя фотография, здесь моя фамилия, имя, дата рождения, мой адрес, вес, рост, цвет глаз. И сразу ясно, что я проживаю в Вашингтоне, правда? И у каждого из нас есть это удостоверение, и мы понимаем, что это такое. Но обычно слово удостоверение в настоящее время, оно подразумевает документ, который удостоверяет что-то. Удостоверение личности, ID, как мы говорим здесь в Америке. Но, знаете, слово, вот это значение слова, это только второе значение. Есть первое значение слова удостоверение, и слово удостовериться означает убедиться на основании каких-то несомненных данных и доказательств. Удостоверение означает то, что подтверждает правильность, подлинность чего-то. Сделать достоверным означает сделать неподлежащим какому-либо сомнению. Я хочу теперь, чтобы мы открыли с вами книгу «Деяния апостолов», 17 глава. Я прочитаю 31 стих. «Деяния апостолов», 17 глава, 31 стих. «Ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Я хочу порассуждать о удостоверении воскресения, о котором говорится здесь в этом тексте Писания. Когда я размышлял вот об этом слове, слово «удостоверение», которое используется здесь в книге «Деяния апостолов», я увидел, что в греческом языке это слово «пистис». Это было удивительно, потому что слово «пистис» — это вера. Это буквально слово «вера», которое употребляется во всех других текстах и на наш русский язык переводится как «вера». В этой ситуации, в этом тексте, это слово переведено как «удостоверение». И это правильно, потому что если мы размышляем над самим словом «удостоверение», «достоверно», в этом слове есть корень веры. Достоверно, то есть не подлежащий сомнению, когда у нас есть факт, и мы знаем, что это верно. И в этой ситуации вера наша воспринимает это как что-то подлинное, как что-то правильное, как что-то верное. Но есть другой момент. Если в этот текст мы поставим слово «вера» и читаем этот текст, «ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав веру всем, воскресив его из мертвых». И тогда я вижу, что Бог через воскресение Иисуса Христа веру предлагает всем людям. Это основание веры для всех людей. Он подал веру всем людям. И теперь каждый человек имеет основание, имеет возможность получить это удостоверение от Бога, получить эту веру от Бога и веровать в то, что Бог воскресил Иисуса Христа. Что это за удостоверение воскресения? Какие удостоверения дает Бог? На чем основана должна быть наша вера, чтобы вот это удостоверение взять от Бога, принять его и быть уверенным, что в этом удостоверении Бог поставил свою печать? Мы слышали сегодня это повествование о том, что первосвященники, фарисеи, они переживали о том, что произойдет воскресение. Они просили Пилата поставить стражу, и это было сделано, и к камню была приложена печать. Но утро воскресения говорит о том, что Бог положил свою печать. Не ту печать, которая была приложена к этому камню, чтобы Христос не воскрес, чтобы камень не был снят, чтобы ученики что-то не сделали. Бог отвалил этот камень. Это была Божья печать. Он воскрес. Это было Божье удостоверение того, что произошло там, в этом саду. Я сегодня хочу, размышляя об этом удостоверении воскресения, посмотреть на эту пасхальную историю, потому что уже в самой пасхальной истории нам даны те моменты, удостоверяющие воскресение, являющиеся основаниями нашей веры, для того, чтобы мы увидели, в чем же это удостоверение. Как мы можем воспринимать это удостоверение? Давайте откроем еще раз 28 главу Евангелия Матфея. Я прочитаю часть этой пасхальной истории. И потом мы будем просматривать и находить это удостоверение в самой истории. И потом будем смотреть, как в нашей жизни эти удостоверения могут примениматься. 28 глава Евангелия Матфея. Я читаю начало пасхальной истории с первого стиха. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли втрепет и стали, как мертвые. А ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас Галилей. Там его увидите. Вот я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. «Когда же шли они возвестить ученикам его, и Иисус встретил их и сказал, радуйтесь. И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда, говорит им Иисус, не бойтесь, пойдите возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Итак, в чем эти удостоверения воскресения и в этой истории? Когда я рассуждаю и смотрю, я нахожу несколько этих удостоверений, которые были тогда в то утро, которые важны для нас сегодня. И первое, что я нахожу, это верность Слова Божьего. Давайте посмотрим в эту историю. В шестом стихе мы прочитали, ангел обращается к женщинам и говорит, «Его нет здесь, он воскрес, как сказал». Ангел дает основание того, что произошло в словах Иисуса Христа. Он говорит, «Он воскрес, как он сказал». Он исполнил то, что он сказал. И когда мы размышляем, воскресение Иисуса Христа, оказывается, стало исполнением великих обетований, которые уже были даны. Они были даны еще в Ветхом Завете. В Ветхом Завете было сказано об этом. И Христос, совершая воскресение, удостоверяет нас, что Слово Божие верно. Оно исполняется. Оно всегда останется верным. Несколько моментов хочу напомнить. В книге Деяния апостола, во второй главе, апостол Петр начинает проповедовать людям, которые собрались. И вот во второй главе мы читаем 24 стих, основание проповеди Петра. Он говорит, «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Это основание первой проповеди Петра. Он говорит о воскресении Иисуса Христа, о том, что смерти невозможно было держать Христа. Бог расторгнул эти узы, и Христос воскрес из мертвых. Но когда мы читаем дальше, апостол Петр связывает воскресение Иисуса Христа с Ветхим Заветом. И он начинает цитировать 15-й псалом с 8-го по 11-й стихи. И в этом 15-м псалме Давид говорит о Мессии. Это мессианский псалом. Мессианские псалмы интересны тем, что Давид говорит как автор, как бы от первого лица. И возникает ощущение, что Давид говорит о самом себе. Но когда мы вникаем в суть, мы видим, что это мессианский псалом. Он говорит о будущем Мессии, об Иисусе Христе. И Петр начинает это истолковывать. И во 2-й главе Деяния апостола, с 25-го стиха, он говорит, ибо Давид говорит о нем, об Иисусе Христе. «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одеснуй у меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей вади, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни. Ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». Посмотрите, что делает Петр. Он указывает Ветхий Завет. Он указывает в этот псалом, который говорит об Иисусе Христе. И он говорит, Давид говорил о Христе. Что Давид говорил о Христе? О том, что душа его не будет оставлена в аду. О том, что плоть его не будет увидеть тления. О том, что воскреснет Христос. И Петр подтверждает, и говорит, Ветхий Завет подтверждает это. Верность Слова Божьего. И поэтому мы видим удостоверение. Первое, что мы находим, удостоверение воскресения, это удостоверение верности Слова Божьего. Когда мы смотрим Деяния апостолов, 13 глава, там уже Павел начинает проповедовать. И Павел проповедует о воскресении. Это была основная тема проповеди всех апостолов. Проповедь о воскресении Христа. И вот в 13 главе Деяния апостолов, если мы читаем с 29 стиха, Павел начинает проповедовать о Христе и говорит, когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с дерева, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его пред народом. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса». Посмотрите, что Павел делает. Он говорит, что в воскресении произошло, но это было обетование, данное отцам в древности. Это было обетование. И вот мы теперь свидетели этому. Мы увидели, что Слово Божие исполнилось. Это основание. И тогда мы задаем вопрос, а что это за обетование? А где в Ветхом Завете мы можем найти это указание на воскресение Иисуса Христа? Как это было обетование сказано еще ветхозаветним пророкам? И мы читаем, что Павел начинает продолжать эту речь, и он ссылается на второй псалом. Посмотрите дальше в этой 13 главе. Он говорит, как и во втором псалме написано. Он начинает объяснять, где это обетование. «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Он указывает на эти слова, на эту фразу, и говорит, здесь говорится о воскресении Христа. И дальше он говорит, а что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление. О всем сказано так. «Я дам вам милости, обещанную Давиду верно». Посему и в другом месте говорит, «Не дашь святому твоему увидеть тление». Он соединяет эти тексты Ветхого Завета и говорит, так написано в Ветхом Завете. «Христос не увидит тление». Все обетования, которые даны Давиду, они перейдут на Христа. Он воскреснет из мертвых, и он исполнит все эти обетования. Павел указывает на верность Слова Божьего. И он говорит, что Бог удостоверяет нас в этой верности. Не только пророки, не только апостолы. Сам Христос говорил об этом. И мы читаем во второй главе Евангелия Иоанна, с 19 стиха, Христос говорит такие слова, «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи. Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его, а он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию, и Слову, которое говорил Иисус. Посмотрите, Христос говорил о своем воскресении. Это обетование было не только в Ветхом Завете, в самих словах Иисуса Христа, было обетование, что он воскреснет. Люди не понимали, и ученики не понимали. Но сказано, когда он воскрес из мертвых, поверили чему? Слову Божьему, Слову Иисуса Христа. И поэтому первое, что мы находим, воскресение Иисуса Христа, удостоверяет нас в верности Писания. Это достоверно. И Бог, Деяние Апостола в 17.31, сказано, подал удостоверение всех, всем. Бог дал веру всем. Во что? В верность Слову Божьему. И мы тогда переносим это сегодня на себя. И говорим, а мы верим Слову Божьему? А вы верите Слову Божьему? Вы верите Священному Писанию? Вы верите Библии? Если мы верим Священному Писанию, это не должна быть какая-то вот такая вера воздушная или эфирная. Это значит, мы используем Слово Божие. Мы открываем его каждый день и читаем. Мы пользуемся этим Словом, зная, что это Слово Божие, зная, что оно верное. Мы восприняли от Бога эту веру, потому что Он всем ее дает. Но не все принимают. Мы приняли эту веру от Господа как удостоверение, и мы знаем, что Слово Божие верно, потому что Бог воскресил Христа из мертвых и дал нам это удостоверение. Второе удостоверение, которое я нахожу, это божественность Иисуса Христа. Давайте посмотрим еще раз в эту евангельскую историю евангелиста Матфея. Я нахожу в 6 стихе слова ангела. Он говорит, «Его нет здесь, Он воскрес». Что удостоверяет воскресение Христа? Оно удостоверяет, что Христос – истинный Бог. Это подтверждение Его божественности. Это подтверждение того, кто Он есть на самом деле. В Священном Писании есть огромное количество подтверждения божественности Христа. Ангелы до Его рождения говорили это. Люди исповедовали. Даже демоны исповедовали, что Он Сын Божий. Но наиболее, наверное, такое влиятельное, серьезное и основательное подтверждение – это были слова самого Отца Небесного, который сказал, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение». Эти слова прозвучали во время крещения. Эти слова прозвучали во время преображения. Сам Бог Отец подтвердил, кто Он есть. Но когда мы смотрим на воскресение Христа, мы видим это еще одно удостоверение божественности Христа. Откройте послание римлянам, 1 глава, 4 стихе. Апостол Павел говорит о благовестии, которое он воспринял от Господа, о Евангелии, которое он проповедует. И вот в 4 стихе, когда он говорит о благовестии, он говорит, которое Бог прежде обещал через пророков своих, в святых писаниях. «О Сыне Своем, Который родился от семени Давида по плоти, и открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашим». Павел говорит, что через воскресение из мертвых произошло открытие Сына Божьего. Это окончательное, финальное подтверждение божественности Иисуса Христа. И когда мы смотрим, ангел говорит, он воскрес. Кто мог воскреснуть? Только Сын Божий стал первенцем воскресения. Он умер, и он и воскрес. И мы поэтому читаем, что и Петр в своей первой проповеди, там в Иерусалиме, он такие слова говорит, «И так твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распили». Он говорит, вы распили его, но он воскрес, и Бог соделал его Господом. И поэтому воскресение стало открытием его божественности в силе, как говорит Павел. Это было открыто и в благовещении, это было открыто в непорочном рождении, это было открыто в крещении, это наиболее полно было открыто в воскресении Господа нашего. И так мы видим удостоверение верности Слова Божьего, мы видим, что воскресение – это удостоверение божественности Христа. И тогда я спрашиваю, мы принимаем это удостоверение? Бог подал удостоверение всем, воскресив Христа из мертвых. Мы принимаем удостоверение божественности Христа. И это не просто богословское согласие, это не просто мы где-то там в потаенных уголках нашего разума говорим, да, я принимаю, что Христос Бог. Принятие удостоверения божественности, это значит служение Ему, это значит склониться перед Ним, это значит принять Его Господом своей жизни, это значит поклоняться и исполнять заповеди Его. Вот что значит, что Бог дает удостоверение, а я принимаю это удостоверение. Третье, что я нахожу, третье удостоверение, это завершение нашего спасения. Я опять обращаюсь к этой пасхальной истории 28 главы Евангелия Матфея и читаю в 5 стихе, сказано, ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, не бойтесь. Почему ангел обратился этими словами? И не только ангел, посмотрите, если мы читаем дальше, когда является сам Христос, это 9-10 стихи, когда они шли, сказано, Иисус встретил их и сказал, радуйтесь. И они ухватились за ноги Его, тогда говорит им Иисус, не бойтесь. Почему ангел обращается этими словами, не бойтесь? Почему Христос обращается к ним такими словами, радуйтесь и потом не бойтесь? Истина в том, что воскресение Иисуса Христа это завершение нашего спасения. Когда мы говорим о спасении, мы всегда вспоминаем крест, мы всегда вспоминаем смерть Иисуса Христа. И вот на протяжении этой недели мы много говорили об этом, мы проповедовали об этом, мы молились, мы прославляли Господа, мы говорили о том, что Христос претерпел за нас, мы говорили, что Он умер за грехи наши. Но если бы Христос не воскрес, тогда все, что Он совершил до этого момента, не имело бы значения. Тогда Христос по-прежнему находился в гробнице. Он не отличался ничем бы от остальных каких-то великих людей. Но воскресение Христа стало удостоверением завершения нашего спасения. Апостол Павел говорит об этом в 4 главе послания римлянам, с 24 стиха. Он говорит там о праведности, которая вменилась Аврааму. Он поверил Богу, Ему и вменилась это в праведность. И потом Он переходит на нас, и посмотрите, что Он говорит. «Вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши, и воскрес для оправдания нашего». Христос предан за грехи наши. Он взял на Себя наши грехи. Он был умершлен за грехи наши. Но Он воскрес для оправдания нашего. Как мы с вами знаем, что наши грехи покрыты? Как мы знаем, что жертва Христа достаточно для того, чтобы принести плату за наши грехи? Как мы можем знать, что Я действительно спасен? Христос умер, и Он воскрес. Бог воскресил Его из мертвых, давая удостоверение всем. Жертва достаточно. Бог принимает эту жертву. Наши грехи покрыты. Искупление даровано. Бог дает нам это удостоверение. Я еще раз говорю, удостоверение – это пистец, это вера. Бог дает веру всем, чтобы мы приняли это. Приняли, что завершено наше спасение. Он все сделал для того, чтобы мы были спасены. И мы читаем с вами, что это достаточная жертва. Христос мог воскреснуть тайно. Он мог тайно воскреснуть из мертвых. Он мог тайно пойти туда, на небеса. Но это неправильно было бы сделано. Необходимо было явное, достаточное подтверждение воскресения Иисуса Христа. И мы знаем, что наше спасение, оно связано с действием Духа Святого. Дух Святой побудил нас принять это Евангелие. Дух Святой побудил нас принять эту истину. Он побудил нас раскаяться перед Ним. Но Христос сказал, если я не войду туда, на небеса, я не пошлю Дух Святой. И поэтому Христу нужно было войти в небеса и послать Духа Святого Утешителя. Но Он не мог этого сделать до того момента, когда Он воскрес из мертвых. Он воскрес из мертвых, и Он послал Дух Святой. Это стало завершением нашего спасения. И мы читаем, в Евангелии сказано, что наше спасение, оно всегда проходит через воскресение. Павел пишет об этом в 6 главе послания римлянам. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха. А что живет, то живет для Бога. Так и вы, слушайте, Он обращается к нам и говорит, «Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Воскресение проходит через наше спасение. Оно неразрывно связано с нашим спасением. И мы видим, Бог дает удостоверение завершенности нашего спасения в том, что Он воскресил Христа из мертвых. Это удостоверение дано всем. Эта вера Богом дана всем. И тогда мы задаем вопрос, «Я сегодня спасен? Я умею в эту уверенность? Я принял это удостоверение от Бога? Эту веру, которую Бог предлагает всем, я принимаю в отношении моего собственного спасения? Не просто всех людей, не просто всех святых, не просто пресвитеров, пожилых людей. Каждому сегодня обращено это слово. «Каково состояние твоего спасения?» Ты сегодня можешь сказать, на основании воскресения Христа, ты принимаешь эту веру от Бога. Ты веруешь то, что Христос умер и воскрес для оправдания нашего, чтобы нам быть оправданными перед Богом. Итак, мы увидели удостоверение верности слова, мы увидели удостоверение божественности Христа, мы третье увидели это удостоверение завершенности нашего спасения, и четвертое, что я вижу, удостоверение созидания церкви. Я обращаюсь к 28 главу Матфея, пасхальная история, и я нахожу здесь указания ангела, который обращается в 7 стихе. И он говорит, пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилеи, там его увидите. Почему ангел, а прежде Христос, сказал, идите в Галилею, и вы пойдете в Галилею, и там вы меня увидите. И ангел повторяет эти слова, он говорит, он вам сказал, идите в Галилею. Зачем нужно было ученикам бежать туда, в Галилею? Я думаю, истина здесь в том, что Христос после воскресения начинает собирать своих учеников воедино. Тех, кто покорны, тех, кто послушны. Они должны пойти в Галилею, они должны собраться там, они встретили Иисуса Христа, Он говорит, не отлучайтесь из Иерусалима. И они идут в Иерусалим. И в Иерусалиме Дух Святой не сходит на них. И в событии Пятидесятницы образовывается Церковь. Это удостоверение созидания Церкви. Когда ученики, уже послушные Господу, они вместе, они имеют одну цель, они имеют одно направление, они становятся телом Иисуса Христа. Сам Христос сказал в Евангелии Матфея 16-18, «Я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Врата ада, о которой говорит здесь Христос, буквально это образ смерти. И Христос говорит, что смерть не остановит Церковь. И, возможно, первоначально Он имел в виду даже свою смерть. Его смерть не остановит, потому что Он воскреснет. Он обращается к Церкви и говорит, смерть не остановит. Церковь будет существовать. И в первой главе послания Ефесиным Павел говорит о силе Бога, о державной силе. И он говорит так, которую Он воздействовал во Христе, «Воскресив Его из мертвых и посадив Одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем, удостоверение, которое Бог дает, это созидание Церкви. Бог воскресил Его, Он поставил выше всего, превыше всех этих начальств и властей, но Он садил Его главою Церкви. Он все покорил под ноги Его, но Церковь не под ногами Его, Церковь – это тело Его, и Христос является главой тела Церкви. И поэтому это удостоверение, которое мы видим здесь, это создание Церкви. Он направляет учеников своих. И сегодня мы говорим, Бог дает это удостоверение. Он дал удостоверение всем. Он сегодня через воскресенье нам говорит, я создал Церковь мою. Вы принимаете это удостоверение, эту веру, которую Бог дарует вам, что через Церковь проповедуется Слово Божие, и человек, который желает иметь спасение, истину Слова Божьего, он в Церкви должен быть. Он не может быть вне Церкви, потому что быть вне Церкви – это быть вне тела Христова, это не быть подглавенством Христа. Сегодня это удостоверение, которое должно быть нами принято. И мы должны увидеть важность Церкви на земле, потому что в этом вера, которую предлагает нам Господь. И, наконец, последнее, пятое, что я нахожу. Пятое удостоверение – это неизбежность Божьего суда. Когда я смотрю на эту историю, 28 главе Матфея, я вижу о том, что происходит в 11 стихе. Сказано, когда же они шли, ученики, когда они шли туда, то некоторые из стражей, войдя в город, объявили первосвященникам и всем бывшим, и сие, собравшись со старейшинами, и, сделав совещание, довольно денег дали воинам, и сказали, скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. А если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его, и вас от неприятностей избавим. Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронесло слово сие между иудеями до сего дня. «Одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус». Что означает вот эта русская частица «же»? Это частица противопоставления. И я уже вижу здесь, в этой пасхальной истории, разделение на две группы людей. Здесь есть эти солдаты, здесь есть эти книжники, есть первосвященники, которые, услышав весть о воскресении Господа нашего, извращают ее, и не принимают этого удостоверения, и начинают обманом действовать. Но сказано, «одиннадцать же учеников, они остаются верными, они идут туда, куда повелел им Господь». Я вижу это разделение с самого начала утра воскресения на две группы людей, на тех, кто веруют, и на тех, кто не веруют, на тех, кто послушный Господу, и на тех, кто идет против Господа. И Священное Писание говорит, этот текст я хочу еще раз прочитать, 17 глава, «Деяния апостолов», 31 стих. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». Бог подтверждает через воскресение Христа, что этот Христос, который воскрес, Он однажды придет еще раз, и Он будет судить Вселенную. И у Бога есть этот день назначенный. И у Бога есть личность определенная. Это Господь Иисус Христос. Он будет судить. Он будет судить Вселенную. Но прежде, чем это произойдет, мы видим, было удостоверение. Удостоверение неизбежности суда. Сам Христос говорил об этом еще раньше, и мы читаем 5 глава Евангелия Иоанна, с 22 стиха. «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое, и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божьего и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, воскресив Его из мертвых, как мы понимаем, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь с Ему, ибо наступает время, в которой все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божьего и изыдут, творившие добро, воскресение жизни, а делавшие зло, воскресение осуждения. Удостоверение воскресения Христа указывает на неизбежность Божьего суда. Однажды наступит этот момент, о котором говорил Христос. Однажды будет суд, однажды вот это разделение на две группы людей, учеников и врагов, оно станет явным. Бог будет судить вселенную, и сегодня нам в этот праздник воскресения открывается эта истина. Как я воспринимаю ее? В какой группе я нахожусь людей? Я нахожусь среди тех верных учеников, которые, слыша весь о воскресении, идут, чтобы делать то, что повелел Христос. Или я нахожусь среди тех врагов, которые не верят, которые будут судимы в тот день, когда это произойдет. Мы с вами посмотрели на эти пять удостоверений. Я хочу сегодня, чтобы, когда мы думаем о этом удостоверении, я показывал свое удостоверение, у каждого из вас есть свое. Давайте подумаем о удостоверении, которое Бог дает каждому человеку. В Божьем удостоверении есть моя фотография. В Божьем удостоверении есть моя фамилия и имя. Что там записано? Я живу в Вашингтоне, и поэтому у меня есть этот документ, который дан от правительства этого штата. Подпись Господа нашего Иисуса Христа в этом удостоверении была совершена на Голгофе, там, где Он пролил свою кровь. Там этой кровью Христос искупил нас. Эта кровь удостоверяет прощение грехов наших. Но печать, которую Бог поставил на этом удостоверении, была там, когда Христос воскрес, когда камень был отвален, когда Бог поддал удостоверение всем. Я задаю вопрос. Из всех нас, присутствующих здесь, каждый имеет это удостоверение от Бога. Каждый имеет удостоверение с подписью крови Господа нашего и с печатью Его воскресения. Сегодня, когда мы говорим о том, что однажды наступит суд, и Бог будет судить, вы имеете эту уверенность, что Господь примет вас, как своих детей, потому что вы уверовали в смерть Господа, и вы уверовали в Его воскресение. Проверьте свое удостоверение. Бог дает удостоверение всем. Бог веру предлагает всем. Бог желает сегодня, когда время благоприятное, и мы празднуем этот праздник Пасхи, сегодня Он обращается к вам через Слово. И Он призывает вас к покаянию. Он призывает вас к спасению. Он желает, чтобы сегодня Он воскрес в вашем сердце. Может быть, кто-то здесь, вот в этом зале, еще не имеет спасения. Может быть, вы не имеете этого правильного взаимоотношения с Господом. И сегодня, когда вы слышите это слово, Дух Святой касается вашего сердца, Он стучит в ваше сердце. Он призывает вас к покаянию. Он предлагает вам спасение. Я хочу, чтобы вы услышали эти слова. Бог, воскресивший Иисуса Христа, подает удостоверение всем. Он веру вам предлагает сегодня. Если вы примете эту веру из рук Божьих, и уверуете в то, что говорит Слово Божие, вы получите спасение. Вы будете иметь жизнь вечную. Вы станете детьми Божьими. Вы станете Его учениками. Из этой 28 главы Евангелия Матфея. Но если это не произойдет, и вы останетесь в вашем погибшем состоянии, Бог будет судить вселенную. Бог будет судить посредством воскресшего Господа. Мы сейчас будем молиться Господу. Если кто-то желает обратиться в покаяние, если кто-то желает, вы можете пройти сюда, в этот пасхальный день, в день воскресения, когда, как не в этот день, Богу обратиться в покаяние, когда, как не в этот день, у Него просить прощения, когда, как не в этот день, воскреснуть из мертвых, приняв веру Божью, чтобы Ему служить и быть верным. Аминь. Помоги.